Дмитрий Соколов Что он находится в постоянном поиске Он все время что-то придумывает Он все время, вот какая-то у него движуха Так что это очень интересно Поговорить с таким человеком Тем более человек это уникальный Свое время, он даже за свою Деятельность Которую просто все Аплодируют его деятельностью Он подвергся даже судебному преследованию И в общем-то Пострадал за это, да, Дмитрий Вспомним эту историю Что же вы такого натворили-то, а? Скажите, почему вас отдали под суд? Ну Это был 2015 год Я в 2014 году Я в Крыму сделал такой благотворительный питомник С разными там Общественно полезными деятельностями Мы в основном выращивали растения и дарили их Каким-то организациям Плюс мы пытались Восстановить Это была идея чаирного садоводства Крымская такая очень Идея в Крыму Издавна есть сады чаиры Которые как бы Это лесные сады Посаженные в лесах Вот мы решили восстановить традицию Получили устное разрешение От лесхоза Взяли гектар леса И я там ряд субботников провел Собиралось человек там 50-70 Симферополь, Севастополь И мы, значит Вырубили там 30 деревьев И посадили порядка 200 новых плодовых Вот А через месяц, да Оказалось, что То, что мы сделали незаконно Вот Но появилась тогда на самом деле Новая В лесхозе появилась Новая контролирующая организация Стали подводить В общем Итоги И да И меня объявили А я как бы добровольно Во всем сознался Я считал, что я прав Вот Лесхоз ушел в сторону И был такой суд Да, когда мне все говорили вокруг Что молодец Хорошим делом занимаешься Но сделать ничего не можем Вот был суд Мне присудили Принудительную работу И штраф Принудительную работу Сняли По амнистии В честь 75 лет победы Вот 70 лет победы А Штраф я выплатил Там 25 тысяч, что ли Вот В общем История заглохла Да, к сожалению Лес этот тоже На сегодняшний день Вернулся в первозданное состояние Да Я просто еще Так как знаю эту историю Я попроще так вот Переведу Простым языком То есть человек Расчистил Заброшенный лес С буреломом Где черт ногу сломен Что называется Расчистил Привел его в порядок Посадил деревья В общем-то Вместо того Чтобы человека поблагодарить Его отдали под суд Уникальнейшая ситуация И Вы сказали Это для вас был урок Да, какой-то Даже в чем-то положительный Ну Нет Урок на самом деле Довольно сильный был Потому что я понял Что нельзя действовать Без Ну как бы все мои инициативы Тогда они были На энтузиазме На голом Чистом И Ну я понял Что там Нельзя без Письменных разрешений Действовать Там без Ну в общем Я на самом деле Тогда перестал Делать общественные проекты Стал делать проекты частные Если коротко сказать Вот Появилась возможность Покупать сельхозземлю При России Вот с 16-го года Я этим занялся Купил себе земли А много ли земли? Так вы землевладелец, да? Много ли его от земли? Много У меня порядка Трех гектар Три гектара Это немного Мелкие, да Это Бычасарай, да? В районе Бычасарая Ага А как Как у вас земля? Я слышал, что в Крыму Есть проблемы То есть Земля есть Но она трудно обрабатываемая Потому что нет орошения И огромные территории Стоят Практически пустые У нас с водой Все очень хорошо Я живу в долине Очень богатой водой Это редко для Крыма У нас подземная река течет И я могу поливать Сколько угодно Ой, как здорово И чем же вы занялись? Какими культурами? Ну у меня больше всего фундука Потом у меня много ежевики Грушевый сад У меня там пара сотен груш Ну и дальше У меня питомник растений Все это малыши Которые я выращиваю на продажу С них много Давайте с фундука Фундук же это что у нас? Это орехи Да? Правильно? А фундук Это культурная лещина Да? Если лещина Это дикая фундука Это ее культурная форма А почему именно фундук? Орехи пользуются популярностью? Их легко продать? Орехи пользуются спросом Да, на самом деле Но дело в том, что я исходил из того Что мне нужны культуры Самые Лучше всего адаптированные Именно здесь К жизни И фундук здесь очень хорошо растет Конкретно фундук Конкретно у нас Вы какие-то сорта достали И посадили Да А какие Интересные Самые лучшие Которые достал В Крыму есть Фундук Очень хороший сорт Старый Ему несколько сотен лет Называется трапезон Это один из самых крупных Орехов в мире А он реально очень крупный? Какого размера? Он прямо крупный Он прямо вот Не знаю Такой вот Он здоровый Здоровый Когда люди Как бы со стороны видят Он непривычно большой Да Вот И Ну это старый турецкий сорт Который попал сюда лет 400 назад Вот Называется трапезон В общем В честь города Где очень много выращивают Вот В основном он Потом у меня итальянский сорт Есть Тондо диджефони И есть кавказский сорт Черкесский Ну вот в основном Вот эти три И много ли деревьев вы посадили? Кустов вернее Кустовых Сейчас у меня 600 Да Это кусты Сейчас у меня их 600 Я думаю что до 1000 я доведу скоро А насколько трудоемко занятие фундуком? Фундук не очень трудоемкий Его в общем Его можно лучше поливать Но можно не поливать Он практически не болеет Он не требует обработок То есть в общем за большим сортом С фундуком можно ухаживать Практически в одиночку Ну то есть я беру помощников Там пару раз в год Ну вот Мои попытки Подружиться с фундуком Закончились не очень хорошо Потому что Ореховая плодожорка По-моему Фактически Сто процентно Уничтожает урожай Когда орешек такой Надколотый А внутри пустой Я вот Слава богу Не знаком с этим А до вас значит Ореховая плодожорка Не дошла Слушайте Вы счастливые люди Не дошел Мраморный клоп С Абхазии Тоже из Сочи Тоже не дошел Ага Ну слушайте Как это здорово Значит у вас Экологически Чистый продукт Да Его можно не обрабатывать Это здорово Конечно Слушайте Когда я собирался Кламную передачу Я одному знакомому Товарищу Сказал Что Вот как раз Пообщаюсь с человеком А что он выращивает Фундук Он Слушай Есть Тема для разговора Есть люди Которым Жутко нужен Фундук В Москве По видимо В больших количествах Это люди Которые занимаются Ресторанным бизнесом Так что Я думаю Я ваш телефончик Тогда им дам Будут у вас Ну на самом деле Я продаю Я в основном В Москву А В Москву То есть Там не продаете Или продаете Но немного Ну В Москве Цена выгоднее В общем У меня довольно много Клиентов Я посылками Просто отправляю Просто посылками Здорово Скажите Ну вот Фундук Все таки Трудоемкая культура В сборе Да У вас же комбайнов Нету По сбору фундука Это все Ручками Пальчиками Да Это все Ручками Ну У меня есть помощники Вот как бы Когда урожай Помогают А как С лестницы Со стремянки Или как-то Вот вы собираете Или нагибаете Как мы в детстве Трапезонт Вообще Невысокая культура Он Метра два Два с половиной Растет И все И это тоже Удобно Это зеленолистная форма Да Это зеленолистная У меня У меня красный Тоже есть Краснолистый Ламберто Очень хороший Стар Вот Ну Я на самом деле С фундуком Получается Что я половину Зарабатываю на орехах А половину на саженце То есть я его размножаю Сделаю саженцами А как вы его размножаете Вот я размножал Как просто Отделял от водки От материнского куста Тактически он только От водками размножается Только там Да Ну то есть Вы По-простому По-нашему Они сложные Ну то есть я Я пытаюсь Зеленым черенкованием Но это очень маленький Процент укореняется Ну что же Хорошо А так Люди с удовольствием Покупают Высаживают Вообще здорово Иметь возле дома Так посадить Фундук Во-первых Это красиво Во-вторых Ухода минимум Ну вот Насчет ореховой плодожорки Если наверняка Есть места Надо Поузнавать Есть ли в вашем регионе Ореховая плодожорка Если есть Ну тогда с ней бороться Если есть я узнаю Она придет Постучится и скажет Да Ну раз будем Будем надеяться Что к вам Она долго не придет Это орехи А кстати А сколько стоит Килограмм орехов Интересно Я продаю По 500 рублей 500 рублей килограмм А не чищены Да Не чищены А Сейчас то В Москве продают На рынках Именно почищены Я все время думал Кто же сидит Чистит эти орехи Коли Нет Когда мы дойдем Ну как бы Когда суммарно Фермеры Бахчатарского района Дойдут до приличных Ну как бы У нас идут разговоры Мы купим оборудование Чтобы чистить Ну есть машины В Ростове выпускаются машины Которые чистят орех А здорово А вообще Я очень часто Такой вот Тортик покупаю Вафельный С фундуком Именно с фундуком Вот что-то Очень люблю Такой вот Фундуковый Тортик Так что Может быть Может быть там Ваши орехи Ну на самом деле Это орехи Так называемая Кондитерка Они другие То есть Вот этот итальянский Корт который я выращиваю Ну есть орехи Как бы Которые называются Кондитерскими У них Ну как бы Ядро немножко другое И ядро Хорошо Очень долго Сохраняется Трапезонт Очень вкусно Есть сырым Или пока он еще Не совсем высох То есть это как бы Орех который вкусно Есть до нового года Он лежит дальше Но он хуже Сохраняется Чем орехи Типа кондитерские Ну это в детстве В лесу Просто Лещину Рвали Особенно такая Вот когда она молочная Чуть-чуть Недозрелая Очень-очень вкусная И Разгрызть можно Зубы зубами Так что Ой сколько мы Грызли Просто нагибали Ветки У нее такие ветки Длинные Если она чуть-чуть Вот так вот Не вверх смотрит Она легко нагибается Обрывали И ели Очень здорово Нам казалось А кроме фундука Еще какие Культуры у вас Ну вторая культура Которой я много занимаюсь Это ежевика 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 недавно Присла в Крым Ну то есть Как бы ежевика была Непопулярным сортом Ну в смысле Непопулярной культурой Ей мало кто занимался Но лет 10-15 назад Появились новые сорта Вот Которые гораздо слаще Без шипов Я пробовал Заниматься ежевикой Но мне почему-то Она попадалась Все время Такая жуть колючая Что Просто вот Звоешь И я Если использовал В качестве Ограждения Чтобы там через забор Не лазили Посадил ежевику Действительно Перестали через забор Лазить Я с ежевикой С дикой Очень долго боролся Я купил землю Которая была Заросла В диких Кустах И бороться с ней Было очень трудно Но потом я подумал Что раз так хорошо растет Дикая ежевика То будет хорошо расти Культурная Ну и все правда То есть я посадил Я посадил ежевику Без шипов И теперь у меня В принципе Уже в саду Есть заросли Ежевики без шипов Это гораздо приятнее То есть вообще шипов нету Можно голыми руками Да Ее Это Ну это в основном Американские сорта А какие Если не секрет Ну я испытал 10 сортов То есть У нас прям серьезный Был проект с ежевикой Там совместно С несколькими фермерами Я испытал 10 сортов И вот три сорта Мы взяли как бы на Это сорт уашита называется Как? Больше всего у меня Уашита Это название индейского племени Вашита Селекционер Селекционер Автор Он частично индейец И он называет сорта Именами племен Начис Это тоже Имя племени Вот И праймарк Это вот Тоже очень хорошая ежевика Ремонтантная У нас Как-то Большей популярностью По-моему Агавам пользуется Среди любителей Не встречалось Это уже Прошедший день Вот все вот эти И агава тоже На мой взгляд Прошедший день Вот эти сорта Они настолько Ну я имею ввиду Что Мне кажется В ежевике Произошла некоторая революция Вот с появлением этих сортов Они во-первых Бесшипные А во-вторых Они очень сладкие Вся прошлая ежевика Была так или иначе Кислая Вот А сейчас Они реально Очень сладкие А чем отличаются Ежевика Малины Ну как они Не похоже Но ежевика Ну городной Это здоровенная Лиана Там метров Четыре-пять Если ты ее Не обрежешь Она выросла Четыре-пять Это в Крыму Наверное Четыре-пять У меня Но если она Бесполивая Она спокойно Выживает Ничего сильно Хуже Не становится А я вот Люблю ежевику За то Что она Отличие от Малины Никогда Не червивит Это правда Оттверждаете Опять же У меня пока Четвертый год У меня нет Никаких На ежевике Заражений То есть Я ее Не обрабатываю Пока Не лечу Лечить нечего Но это еще Потому что Я свою ежевику Сделал сам В своей лаборатории Микроклональной Она у меня Оздоровлена Изначально То есть Вы из клеток Вы это Кстати Откуда Этому Научились Я забыл Вы же Все-таки Ученый Агроном Да Я не ученый Агроном Я заканчивал Биофак МГУ Ну Значит ученый Я работал Ну Как сказать Я Когда-то Ученый Но Я Собственно Из-за ежевики Изначально Я вот Очень заинтересовался Микроклональным Разношением И сделал Такую Первую Частную Лабораторию В Крыму Сейчас Уже не одна Но Наша Была первая Там Где мы Размножаем Растения В стерильной Среде Микрорастения То есть Растения В таких Баночках Баночки Из-под икры Если знаете Такие Маленькие И Вот В них Там Растения 15-20 Но они Реально Микро Вот Но у них Ну во-первых Их можно Размножать Большими Количествами Таким образом А во-вторых Они оздоровлены Поскольку они живут В стерильной среде Где нет Ни бактерий Ни грибов Ни вирусов Ну вирусы Возможно Есть Как бы От вирусов Я не чистил Вот Но Но У ежевики Нет Таких Вирусных Заболеваний Которые Прямо Ее Мучили В общем Так или иначе Получается Что ежевика Вообще Все растения Они Когда так Размножаются Они оздоравливаются Понятно Что потом Они попадают В поле Там Они уже Как-то Заражаются Заново Но первые Пару лет Они не болеют Я на многих Растениях Это вижу А у вас Эта лаборатория Работает До сих пор? Да Да Эта лаборатория Она прямо У меня во дворе Я домик сделал Сам Слушайте Научная лаборатория У меня в подворе Хороший у вас Научный двор Научная лаборатория Она как бы Это лаборатория Для размножения растений Она маленькая То есть Это минимум Который Меньше уже некуда Там Один автоклав Один ламбинарный шкаф Там Ну полок То есть Она может выпускать Там ну Три тысячи Четыре тысячи растений В месяц Все Это мой максимум Ну Это тоже кое-что Три тысячи Три тысячи То есть Вы также И саженцы Ежевики продаете Да Наверное Популярно Они в Крыму Саженцы Ежевики Были популярны Пару лет Когда пока Вот как бы Фермеры ее массово Сажали Вот у нас была Волна интереса Потом В общем он угас Потому что Ежевику легко Разнажать самим И фермеры Которые взяли Там скажем Сто двести Триста Саженцев Пятьсот тысяч В общем короче Кто хочет больше Они сами ее же Разнажают И На сегодняшний день Ну саженцев я продаю мало Но тоже продаю На ежевике мало Я перешел Больше на декоратив А ежевика Тоже сбор Ручной То есть никаких Механизированных Средств нету По штучке По ягодке Да Но у меня в основном Я ее Как бы Просто даю объявление Люди приезжают И собирают Сами Платят половину Цены на рынке И в общем Все счастливы А Самозбор И желающих много А если кто еще съест Самозбор Это не считается Язык У меня пропадает Знаете сколько едят фазаны Или сколько едят дрозды Что фазанов Ну дроздов Знаю Пазановка У нас К счастью нет А у нас Много И они любят Ежевику очень А павлинов У вас нету Случайно Диких Ну хорошо Пазановка Что из ежевики Делают Просто едят В свежем виде Или что-то Готовят У нас ее очень много Поэтому мы из нее делаем Все Мы ее едим И пьем То есть мы Мы ее замораживаем Я делаю соки И жена делает вино И Ну какие-то там Мы пастилу делали В прошлом году Ну в общем Че-че Все делаем А главное Это красиво Компот Не знаю Как вино Из ежевики Но вот компотик Он такого Красивого Гранатового Такого Дорогого Цвета Ювелирного Да Просто вот Хочется Бабахнуть Что называется Такого компотика Да Я Делал компот Еще с яблоками Делал Они еще Яблоки Подкрашивают Очень красивый Красивый Цвет Так что Здорово А Вот эти ваши сорта Их можно выращивать За пределами Крыма За пределами Южной Плодовой Зоны Скажем так Да Они есть Они есть Подмосковье Точно Потому что я свои сорта Собственно из Москвы И брал Проблема Что у вас Ну Бывает Замерзают Вот ремонтантные Например Первые цветочные почки Часто мерзнут Но в этом году Например Они у меня Тоже померзнут Как бы Ну То есть Ну Понятно Здесь ей лучше Но под Москвой Она тоже растет Есть плантации Слушайте Вот За что я люблю Свою передачу Это за то Что я Всегда сам Что-то новенькое Узнаю И у меня Раз уже Зародилась Идейка И желание Вот Хочу Попробовать Такие сорта Живу Какими-то старыми Тем же самым Агавамом Я серьезно говорю Если вы попробуете Вот попробуете Что-нибудь вроде Прайм Арк Фридом Вы Агавам Больше не будете В рот Серьезно Прайм Арк Фридом Да Прайм Прайм Арк Фридом Да Прайм это Ну как бы Это вид ежевики Который Растет как малина Это Такие прямые Сволики То есть Она не стелется Да Не стелется Нет А на зиму Ее надо Нагибать Под снег Или И так Нет Это же Крым Подмосковье В Подмосковье Я не знаю Может быть Не знаю Уж как Там Не знаю Все Я найду Какого-нибудь Подмосковного Любителя ежевики И он мне Расскажет Как выращивать Эту замечательную Культуру Еще раз Которую я люблю За то Что она Никогда Не бывает Червивой Кстати От малина Еще Я слышал Она Отличается Тем Что У малины Когда срываешь Ягодку То она Сходит Как же это Называется Вот это Образование Беленькое Да У ежевики Срывается Вместе с ней Даже с хвостиком Иногда Правильно И вот я Объяснил Вот эти Нюансы Так Ежевично Малиновые Гибриды Не пробовали Ну Я пытался Сажать У меня Ничего Такого Интересного Не выросло Я Тайбери Сажал Бойсбери Сажал Ну Как бы Я Я много Экспериментирую С разными То есть Я как бы Свой сад Рассматриваю Как такой Экспериментальный Как бы Поляну Где Я Все время Новые сорта Какие-то Но если Как бы Не вырастает Чего-то Что хочется Есть Вокруг Чего хочется Хоровод Садить Я Перестаю Понял Кстати Вы Не одиноки В Скажем Так В Сомнениях По поводу Таких Каких-то Популярных Гибридов Знаете Там Вишни Сливовые Какие-то Гибриды Рекламируют Малина Ежевичная То есть Люди Покупаются На это Пробуют И Не нравится Вот мне тоже Не очень Порыл Мы привыкли К вкусной Ягоде И Как бы Многие гибриды И сливовые В том числе Они Ну как бы Они жесткие Они делаются Для супермаркета Ну и как бы В Крыму Мы капризные А вы Сливы тоже Выращиваете Вот так Сливы упомянули Да Сливы Я выращиваю Довольно много Помяну Да Мне слива Очень нравится И луча Очень нравится А какая Слива 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 Домашняя Или Слива Китайская Есть Гибриды Вот так называемые Русская Слива Сейчас я вспомню То есть это китайская Гибриды И алыча Слива Растопыренная Правильно Да Да У меня тоже Я люблю эту культуру У нас она прекрасно растет Кстати она родом Да Она родом Из города Крымск А город Крымск Напомню Не в Крыму Там вот научная станция Где создавали Этот замечательный гибрид Ну смотрите Кубанская комета Замечательный сорт Самый известный Желтый Огромное количество Все ветки ломятся Пожалуй Самый старый Самый популярный Я его Тоже разможал В лаборатории Тоже Сейчас перестал Было время Я разможал В лаборатории У нее много Вот Ну и всякие Сливы Не знаю Там Ну Стэнли Очень распространена Чичакская Стэнли Крупная Красивая Да Я пробовал В Подмосковье Тоже В принципе Она на прививке Нормально растет Ну конечно Последний Слива Слива очень удобна В Крыму Тем что ее можно Не поливать Это как бы Сильный Сильный плюс Можно Просто сажать А манилиоз Ее Бьет В Крыму Или нет Нет Бьет гораздо меньше Ну то есть смотрите Абрикос я просто Не сажаю Потому что Манилиоз его убил В Крыму Просто В Крыму очень мало Абрикоса Поставалось Слива нет Слива ничего Ну то есть Мы сейчас Какую сливу имеем Потому что Допустим Там Алыча Гибридная И Слива домашняя Это достаточно Такие Далекие Между собой Культуры Там даже Разное количество Пархормосом Сейчас Вы говорите Я на самом деле Манилиоз Ни на ком Не видел Ни на сливе Ни на лыче Слава богу Опять же Пилы пол А вы обработки Ведете Нет Я обработать Веду Самый минимум Я весною Байдовскую жидкость Использую Ну и в общем Если никто не болеет Дальше То и больше Ничего и не делаю Ну то есть Классическая Профилактика То есть вы Действуете Просто как Мудрый агроном Который Понимает Что бороться С болезнью Это гораздо Труднее Чем просто Делать какие-то Профилактические Меры Ну В общем Как бы у меня Ну не знаю Еще профилактические Меры У меня все очень Как бы у меня Необычный сад В том смысле Что он очень Смешанный То есть у меня Ну как бы Не ряды монокультуры А Такой скорее лес Где Совсем не стройными рядами Растут очень разные деревья Если у меня Начинается какое-то Заболевание Оно обычно Далеко не идет Потому что Оно же видоспецифично И оно Плюс я оставил Много диких деревьев Там у меня и дубы И ясени растут И много чего То есть у вас Как бы принцип Черного Фактически Такие Большие Большие Шесть соток На три гектара Где Всего растет Понемножку И я так понимаю Что Для вас Самое главное Все-таки Это удовольствие Работать Испытывать Разные Культуры Разные сорта Общаться с ними А прибыль Это уже где-то На втором месте Наверное Ну как сказать За прибыль Все время Идет борьба Поскольку она дает Возможность Заниматься Чисто растениями И больше ничем Вот Ну как бы Ну я не знаю Мне кажется Что в целом Питомник Растение Растение Вообще Очень Штука Труднозарабатывательная Ну вот На моем уровне Он маленький Увеличивать я его Не очень хочу Но с каждым годом Как бы Он на самом деле Приносит больше То есть Много лет Какие-то первые годы Это был минус Потом довольно долго Это был ноль Вот где-то С позапрошлого года Это уже плюс Там Плюс Две Три Четыре Месячных зарплаты Это все еще Не покрывает На самом деле Все Потребности семьи Но я Я почти уверен Что вот если так Последовательно двигаться Еще несколько лет И уже покроют А какая ваша Самая Какая ваша Самая любимая Культура в саду Есть такие Такая или такие Нет У меня на самом деле Фундук Как бы номер один Я как бы Все в основном На него ставлю И он мне кажется Самым там Самым продуктивным Самым надежным Вот Ну а так получается Я как бы Вожусь Каждый год С кем-то другим Потому что Вот с ежевикой Я несколько лет Выразился Сейчас уже В принципе С ней все настроено С ней уже Ничего не надо делать Вот Я сейчас занялся Гортензией Ну пытаюсь Гортензия Какими гортензиями Крупнолестными В основном Но это тоже Попутно Найти Найти для лаборатории Какую-то культуру Которая будет Хорошо продаваться Хорошо размножаться Хорошо продаваться Да Ну Гортензия Могу сказать Очень популярна Но гортензии Сразу же Раскрываю секрет У меня есть Знакомый Который У него питомник Как раз гортензии Так вот Гортензии Продаются Исключительно Цветущими Вот когда Виден Видны шапки То есть Просто растения Без цветка Сейчас никто не купит Все боятся Думают Обманывают А вот когда Цветущее Все Человек увидел Все Хочу Дайте Дайте мне Ванила Фрайс Самая пожалуй Сейчас на сегодняшний день Популярная Гортензия Ванила Фрайс Волшебная Красивая Я сам как увидел Уж на что Я не такой Не любитель Гортензии Ой Слушайте Хочу 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 Замечательный Но говорят Уже кроме Ванилы Фрайс Уже появились Новые сорта Более интересные Современные Просто Ванила Фрайс Это такая Вот вершина Да Ну я Ее выращиваю Уже Ее новую форму Она называется Литл Фрайс Как? Горшечная Литл Фрайс Она горшечная А Литл Фрайс Она такая же Но Но поменьше Размером Чтобы можно было В горшке выращивать А в горшке где? На подоконнике Можно выращивать В квартире Можно выращивать Или Что значит квартира Вы правильно говорите Что гортензию Хорошо продавает Цветущей Я только еще добавлю Что ее хорошо продавает Цветущей в горшке А Вы имеете ввиду Закрытая корневая система Да Не просто А Закрытая корневая система Да Ну естественно Да Чтобы ее можно сажать Было в любое время Года Поэтому Поэтому я Беру Сейчас Ну тут как раз Пока стадия экспериментов Потому что гортензия Для Крыма Ну Крым для гортензии Не очень удобен То есть Здесь Здесь не такие хорошие условия Как в Москве Для гортензии Вот Но она тоже популярна Поэтому я вот пытаюсь Как бы Ну пойдет Не пойдет Смотрю там А какие цветы Более популярны В Крыму Магнолии Наверное Нет Ну нет Магнолии Это Ну А в Крыму Популярны Ну не знаю Видите в Крыму Сейчас все очень Довольно сильно меняется В Крыму Раньше декоративного Цветоводства Было мало На самом деле Ну скажем так Ну когда советское Ушло То Дальше все сажали То что Само растет Вот Сейчас Все больше появляется Декоративных Ну вот у нас Только в прошлом году Стали сажать там клумбы Вот такие красивые Как в Москве Вот И сейчас это как-то Входит в обиход Я не очень слежу Не знаю Я скорее смотрю Ну как бы На свои возможности А у вас перед домом Что растет? Какие цветы? У меня перед домом Растет море цветов Ну потому что У меня жена это очень любит И у нас рос море Роза это очень Крымский цветок Они растут здесь прекрасно У нас Много-много-много роз Я думаю, что где-то сотня Кустов Потом у нас много Эфиромасличные розы Эфиромасличные Ну вот Пахнущие, наверное, цветы Типа алиссума Алиссума Которые Которые пахнут Ну вот Которые собирают И делают из них варенье Масло Гидролаты Ага А пчелок у вас нет Случайно для опыления? Нет Пчелок у меня нет Потом у нас лаванды много А какой лаванды? Потому что лаванда Есть у нас Двух Двух видов Лаванда узколистная И лаванда широколистная Широколистная Это то, что во Франции Вот эти поля выращивают У нас она не зимует В Московской области А у вас, наверное, И та, и та зимует Вот честно говоря С лавандой Я не очень разбираюсь В сортах У нас Ну у нас почти на самом деле В Крыму остался По большому счету Один сорт синева Я думаю, что Процентов 80 Засажены им Вот Это сорт, который Насколько я понимаю Сделали в Симферополе Или адаптировали В Симферополе Потому что много На самом деле В советское время Привозили французских саженцев Кстати говоря Ну это все Широколистная Лаванда Да, она качественная Но В большинстве регионов В России не зимует Поэтому если будете Сажать лаванду Лаванда узколистная А еще Знаете У меня есть Надо вам будет Присылать на пробу Лавандин Не встречался Никак же Лавандин Есть А есть? Ой, ну Я Еще на пробу Вам хотел Это вы Что-то на пробу Должны У нас На самом деле У меня есть Приятель Который сделал Совершенно прекрасный Околобочный Питомник лаванды Вот Где он Прям много выращивает И много сортов У него есть И он делает Свои гибриды То есть Выбор на самом деле Большой Давайте напомним Что такое Лавандин Не все знают Что это такое Это как раз Гибрид между Лавандой Широколистной И узколистной Который Ну по крайней мере В Московской области Зимует отлично В Крыму Наверное Ему вообще Хорошо Нет В Крыму У лаванды Есть только одна проблема Это сорняки Никаких других У нее нет Лаванда Может расти На чистом известняке Без всякого полива Там где земли Нет воды А что из лаванды Делают Парфюм Какой-то Делают масло Прежде всего Масло До парфюма Для масла Нужен завод Да Мы делаем Гидролаты Раньше Что делали Гидролаты Гидролат Это Гидролат Это на самом деле То что получается При первой перегонке Масло Получается гидролат И сверху Пленка масла Гидролат Это фактически Дистиллированная вода В которой Растворяется Какое-то количество Эфирного масла Она очень приятно пахнет У нее очень хорошие Косметические свойства И у меня жена Ее делает И продает Довольно большими количествами В общем То есть у нас дома Стоит такой Медный Большой перегонный аппарат Только гоняем И не алкоголь А вот эти вот Ароматические травы Во Хороший лайфхак Если у вас остался От прошлых времен Самогонный аппарат Можно его приспособить Как раз вот Под такой вот Небольшой бизнес Очень интересный Кстати Это прям популярный В Крыму То есть многие уже Этим занимаются Раньше В советское время Наш завод Сливал этот гидролат Просто в речку местную И у нас в июле Когда это делали Весь Бахстарай Пах лавандой Просто вот весь И накрывала волна Такого запаха Сам люблю лавандовый запах И вообще Запахи разные Обожаю Дмитрий Спасибо вам большое Было так интересно С вами Конечно Очень бы хотелось бы Как-нибудь К вам заехать в гости Посмотреть это все Вживую Потому что Наверняка Все То о чем вы рассказали Это какие-то 5 процентов Да еще со слов Да А вот посмотреть Потрогать Понюхать Слушайте Вам надо устраивать Какие-то экскурсии Чтобы проезжали Там на автобусах Туристы Смотрели Знакомились С растениями Не хотите Я делаю Я делаю Раз в месяц Просто курсы Такие Как бы учебные Собираются люди Которые сюда Изучают И вот я как бы У меня Слушайте Тогда 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 Серьезно Да Прививку Черенкованию Там Всяким способом Размножения Ухода за землей Вот это все Полив Слушайте Это очень-очень интересно Поэтому давайте Мы с вами Как-нибудь опять В эфире Встретимся Где вы уже Конкретно Расскажете Осветите Какую-то тему Потому что Допустим Черенкованию По размножению Каких-то Растений Понимаете Сейчас Найти в интернете Дельный материал От профессионального Человека Очень-очень трудно Так что Мне на самом деле Кажется Что этот материал Надо учить не в интернете Пока я учил в интернете У меня получалось В основном плохо В какой-то момент Я бросил И стал ездить В питомнике И учиться С рук Стал смотреть Что делают люди И повторять Это гораздо эффективнее Я пробовал У меня Много Не хочу Сказать Учеников Просто Людей Которые Научились На моих Мастер-классах Именно по прививке Я смотрел Тоже Это я помню Но потом Я например Стал ходить К соседу Татарину У которого Очень хороший сад Повторять за ним И все стало Гораздо эффективнее Поэтому Дорогие друзья Ищите Таких людей Как Дмитрий Соколов Который Знает Умеет Который Всегда находится В поиске И Берите Крупицы Знаний От него Учитесь И все у вас Будет получаться Потому что Дмитрий Соколов Это человек Который Всегда Находится В поиске Который много Знает И который Всегда Я надеюсь Готов поделиться Своими Знаниями Не только Мундуком Ну и Знаниями Дмитрий Спасибо вам Большое Знаете Вот я с вами Поговорил И понял Что я Всю жизнь Занимаюсь Не тем делом Я вам Честно говоря Завидую Поняли На что я Намекаю Я бы тоже С удовольствием Имел Такой большой сад Занимался бы Опытом Спасибо Дмитрий Соколов Вы для меня Будете Вот такой Путевотной Звездой Выду на пенсию Может быть Что-то попробую Спасибо Дмитрий До встречи Опять в эфире Может быть Еще Увидимся Крыму Я буду рад Спасибо До свидания Спасибо